Испытание для пришедших в этот день во дворец спорта начиналось еще на входе. Экзаменатор этой дисциплины, мастер спорта по хорошему настроению и укротитель скакалок Клоун Алекс. Для того, чтобы сдать нормы ГТО, нужно пройти самое первое задание. Перепрыгать через скакалочку. Но, там несколько скакалок. Вы прыгаете один раз, улыбаетесь. Вы прыгаете второй раз, говорите ха-ха-ха. Третий раз хи-хи-хи. Потом я чемпион. Для тех, кто осилил первое задание, открывались двери тренировочного зала, где и происходило основное спортивное мероприятие. Вот они, стройные дружины тех, кто пришел сегодня отдать дань традиции, берущей свое начало еще в прошлом веке. Среди участников преимущественно педагоги. Кто участвует сегодня, именно сдает сегодняшние нормы, это преподаватели, сотрудники наших учреждений, образовательных, разных учреждений нашего района. Анастасия – преподаватель физкультуры в Видновском художественно-техническом лицее. Имеет первый разряд по легкой атлетике, призер первенства Москвы. Казалось бы, зачем ей-то сдавать аттестацию. Но не тут-то было. Масте у барьера одна из первых. Причина такого рвения проста. Я хочу сдать нормы ГТО, потому что хочу, чтобы это послужило примером в моей работе для моих учеников, чтобы они были сильными, здоровыми, крепкими, красивыми. Для того, чтобы быть примером подрастающему поколению, необходимо было сдать нормативы в таких дисциплинах, как подтягивания, рывок гири, прыжок в длину, упражнений на брюшной пресс и отжимания. Внимание! Начали! Алексей Моторин преподает в Бутовской школе номер один. Мало того, что он соискательный гран-при конкурса «Педагог года», так еще и завсегдатый большинства спортивных мероприятий Ленинского района, в частности, сегодняшнего. При сдаче норм ГТО развивается сила, духа. Раз, выносливость. Два, ну и, конечно же, гражданская позиция. Для тех, кто не успел, в этот раз напомним, что сдать нормы ГТО можно в любой другой день. Необходимо зарегистрироваться на портале gtu.ru и прийти в центр тестирования, который расположен во дворце спорта города Видное. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Видное ТВ. А у нас в студии Евгений Белоусов, главный судья по сдаче норм ГТО. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. В конце сюжета было сказано о том, что ГТО можно сдать, в общем-то, в любой другой день. Совершенно в любой или существует какой-то график? У нас будет график, как только на стадионе «Металлург» будет хорошая погода и будет позволять за ним сдавать ГТО. Потому что там нам сделали специальную площадку, будет вывещен график и на сайте будет висеть, и на стадионе «Металлург» будет висеть. Так что можно будет в любое время подходить. Но обязательно нужно зарегистрироваться, наверное. Обязательно должны уже люди быть зарегистрированы, ID-номер быть, чтобы не просто так приходили, а с интересом, чтобы потом в итоге получить свой значок. Тот или иной. Немаловажный вопрос. Мы видели в сюжете, что сдавали ГТО люди спортивные, но, в общем-то, вы же призываете всех к сдаче норм ГТО. Есть какие-то противопоказания по здоровью, ограничения? Желательно всех по состоянию здоровья, чтобы они перед этим прошли у своего терапевта и получили добро. Потому что там есть такие силовые, как подтягивания, гири, отжимания, особенно у мужчин. Ну, не каждый сможет. Может, у них когда-то были свои травмы или еще что-то. Поэтому лучше со справкой от врача. То есть справку вы принимаете от врача и только тогда можете сдавать ГТО. Ну и, конечно же, хотелось бы узнать результаты единого дня ГТО. Сколько народу пришло? С какими результатами закончился этот день? Ну, на единый день ГТО пришло в районе 300 человек. Все удачно сдали. Даже некоторые пытались и пересдать. Что-то у них не получалось. То есть упражнения, прыжки в длину неподготовленные, там еще что-то недостаточно размяты были. Мы всех принимали, всем давали возможность пересдать. Все получили сертификат, что сдали. Так что будем ждать результатов. Теперь послали результаты в областное и будем ждать значки. То есть те, кто сами несут спорт в массы, они, в общем-то, люди действительно оправдали свои спортивные достижения. Да, они свои оправдали, да. Единый день ГТО, он один в году или еще будут в этом году такие же дни? Скорее всего, еще будет такой день, но это уже по состоянию погоды. Чтобы уже на стадионы вышло больше, потому что там и возможностей больше. Так как мы проводили во дворце спорта, не было возможности принять такую дисциплину, как бег на 60 метров, на километр, на 2 километра. А сейчас на стадионе это будет еще, в мае где-то, наверное, скорее всего, перед началом каникул детских. Сами какой значок имеете, если не секрет? Ну, вообще, как бы мастер спорта СССР еще по фехтованию, а так, золотой значок тоже должны прислать. Спасибо вам большое за интересную беседу. А я напомню, что в нашей студии был Евгений Белоусов, главный судья по сдаче норм ГТО.